приветствую всех на своем канале четкая тема и у нас сегодня тема она продолжается ради чего вообще от покупался этот мр-654 ради интереса ради того чтобы поменять здесь магазин то есть то что магазин поменять голову вставить втулочку он смотрелся видосиков и не нашел я лучше лучше вот пневматики чем вот этот простенький мр-654 и так приступим вот как ни странно но клапан отдался только в путь приложил немножко все он начал выкручиваться сейчас разберу покажу что внутри и так клапан мы открутили здесь вот такой вот у нас клапан принципе ничего нового вы здесь не увидели если смотрели до этого видео ну пружинка недостаточно жесткая три отверстия клапанит и отверстие вот поймаем фокус вот смотрите под замену идет вот такой клапан с пятью отверстий нашел его на зоне принципе если постараться по можно найти не захотел я расточенные заказывать я уже об этом рассказывал будет с пятью отверстиями он также идет для дрозда ну вот если посмотреть они абсолютно одинаковые по длине то есть не нужно здесь доводить дотачивать здесь вот чуть-чуть можно чуть доработать может быть тем не менее мы для этого и начинали всю эту задачу чтобы оттюнить наш мр-650 4 ну вот вошел как положено наш клапан практически ничего не пришлось делать вот клапан с тремя отверстиями теперь будет запасным и буду на нем тренироваться может расточу как-нибудь ну а этот будет у нас основной ходится ходит нормально спокойно то есть можно с ним работать теперь с этого магазина мы заберем прокладочки которые там внутри стоят здесь ничего сложного такого нет вот она вот такая вот мелкая прокладочка одна из резинки другая металлическая как бы все как положим ну а чтобы вытащить абюратор здесь придется применить сноровку то есть вот здесь мы выкрутили сейчас возьмем отвертку потому что вот этой штучкой проблематично это все сделать но если постараться конечно можно лучше применить что-то помощнее ну вот в принципе что у нас дали нашел вот такую отвертку чуть-чуть сорвал и он пошел в принципе ничего такого страшного здесь нет ну вот в принципе три секунды и все раскручено вот у нас пружинка причем достаточно такая жесткая у нас здесь пружинка стоит я прям удивился до этого смотрел сказали пружинка какая-то не очень а здесь вот очень пружинка стоит и достаточно такая сильная ну что у нас осталось вот абюратор вот на этом мы будем все менять собирать в принципе если хотите посмотреть как это вообще все выглядит более подробно есть куча видео от петра и от всяких других мастеров а я начну собирать все в кучку и делать все в обратную сторону все как положено как на видео было рассказано но если вот приглядеться там выбирать предстоит сеточка это единственное наверное что я из него вытащу вот эту сеточку не буду ее там оставлять растачивать я пока не буду я просто закажу уже готовый готовый в магазине они есть наличие зачем тут париться вообще а пока буду собирать вот в таком виде в котором она есть сетку вытащу там будем смотреть ну вот она сеточка в абюраторе который стоит вытаскивается в обычном абюраторе снизу то есть вы ковыриваете прокладочку вы ковыриваете иглу они в принципе там особо то и не стоят сильно вот и вытаскиваете сетку и получается у нас вот такая вот такая вот штука свободная от всего в принципе те кто желает можете взять сверлышко подберете и стенки эти чуть-чуть проточить в принципе она вот на сквозняк если у кого есть сверла в принципе здесь пару миллиметров можете убрать прокладочка вот такая достаточно толстая я ее покоцал немножко буду менять вот чуть-чуть пока вытаскивал ну да нужно шильцем там поддеть аккуратно знаешь неаккуратный как есть так и получилось поэтому прокладочку приготовьте сразу на замену ну если честно я не увидел в чем прикол вот этой головы и вот этой головы кроме как в зацепе нет ну может она как-то отличается но вот так вот я смотрю они абсолютно практически одинаковые кроме вот этого вот этой проточки может меня кто-то поправит но особой разницы я не вижу не знаю может меня кто-то поправит вот в комплекте шла втулочка втулочку ставим на место ну можно сказать что мы сетку вытащили значит затюнили все как положено аберратор ставим на место будем смотреть что к чему что у нас дальше будет все скрутили по местам вроде все как бы и хорошо вот болтик даже есть для центровки шариков сверху осталось нам посмотреть вот сюда вовнутрь говорят если посмотреть в стволик то можно отцентровать отцентровать магазин не знаю это делает первый раз опять же все это делается ради интереса не ради чего-то другого но тем не менее ну раз запчасти куплены их нужно поставить их нужно собрать и опробовать вообще стоит ли тюнить стоит ли дополнительно тратить деньги вот на эту штуку ну а так вроде все пока идет хорошо да чуть не забыл нам же еще ствол надо поменять ну помогает в моих таких делах мне вот этот мультитул который мне не раз спасал жизнью я тут на машине ломался и вот этот если бы не этот мультитул не знаю я с вами бы сейчас не разговаривал и не тюнил бы мр654 не реклама просто отличная штука если нет свою машину или свое хозяйство обязательно приобретите ну если вам не так важно что как у вас там ствол будет выглядеть будет ли у вас там вот эти вот такие царапины можете откручивать чем хотите хоть газовым ключом ну а если вы аккуратны то приложите что-либо вот к этому стволу который у нас нарезной и обязательно сделайте все по красоте кстати я вот не понимаю некоторых людей которые вот покупают вот сюда что-то вставляют растачивают ребят вы купили пневмат нахрена из него там что-то делать какую-то ну копию не ну если вам так хочется то делать я точно вот сюда выбрасыватель никакой покупать не буду и вставлять его сюда не буду то есть все только для того чтобы пистолет у меня был мощнее ну от заводской модели вот и все ради чего я это все и начинал кстати я вот ранее уже его раскручивал и ставил сюда пластиковую прокладку вот просто вырезал из пластика тоненькую прокладку чтоб магазин хорошо прилегал сегодня ну а по стрелушках ну показал он нормально даже можно было в принципе этот тюн не делать но все равно ради принципа я его обязательно сделаю кстати вот стволик вот так вот выкручивается спокойненько вот у кого на тюн нету денег вот такую прокладочку выпиливайте из удобного материала и все вот у вас затюненный пистолет будет вот она гайка вот он стволик нарезной нарезы там такие опять же условные опять же говорю по желанию хотите делайте хотите не делайте то есть особо не знаю ну если вот вы мастер на все руки от скуки то конечно тюн комплект его нужно приобрести ну в общем вот он гладкий стволик здесь поджимаете вставляете ничего сложного тут нет вот он гладкий стволик можно в него посмотреть порадоваться оууу какой у меня гладкий стволик подтяните только не забудьте подтяните стволик здесь вон нарезы есть даже под глушак глушак я не брал кстати но опять же по желанию это вы все можете делать взять глушитель накрутить сделать это дополнительно еще по-моему тысячи две наверное выйдет ну либо там под продается насадки 800 рублей под сигнал охотника под перцовые бамы опять же по желанию хотите а может у вас токарь какой есть сам сделает это все без покупок за бутылку водки например но вся тема этой затеи вот здесь вот вот видите столик короткий и как раз он под прокладку которая я заказал чтобы не травил между магазином головой магазина и стволом не было пропусков воздуха вот и вся задумка данной темы тюнинг тюнинг заняться если нечем то код одно место лишь а люди мрки своей тюнингуют думаем что будет все отлично и замечательно ну вот смотрите говорят что нужно ставить магазин и посмотреть в ствол свой гладкий ствол направить на что-то белое и посмотреть соосность соосность идеальная вот самое интересное что соосность идеальная осталось поставить здесь прокладочку да и в принципе все и будет все готово и соосность у ствола прям самое то даже если так даже если так меня это радует ну вот что доктор нам прописал как говорится вот прокладочка сейчас я ее туда запрессую и попробую вставить магазин я думаю будет все замечательно ну вот как-то так все вроде собрал кучу осталось нам шарики отрегулировать все встало на место все как положено наверное не совсем же я рукожоп вообще наверное наверное что-то такое хорошее должно получиться что начинаем заряжать шарики думаю нифига себе собрал магазин а шарик не лезет оказывается вот здесь вот можно было подоткрутить подоткрутить болтик их же регулировать надо сейчас заряжу какое-то количество и начнем регулировать как там в инструкции говорилось я столько видосов пересмотрел что наверное с закрытыми глазами это все могу делать давайте чик вот так вот шарик должен быть как вы думаете либо чуть-чуть его прикрутить взять отверточку и прикрутить напишите в комментариях нормальный шарик стоит или еще подрегулировать сделать его посередине это не проблема самое главное чтобы он оттуда потом вылетал вот это уже совсем другой вопрос кстати у меня баек достаточно длинный я показывал сейчас попробую кстати может быть уже все вот с этой головой ушла эта проблема вот в стоке была такая проблема что магазин туда не заходил не защелкивался вот она так и осталась то есть видел что нужно вот как-то вот так вот вообще я делал вот так вот таким вот образом и тогда он защелкивается сейчас он там не болтается за счет прокладки за счет ствола но видимо придется все-таки боек как в некоторых видео говорят подпиливать потому что может быть самопроизвольные выстрелы одно дело когда у вас направлено в сторону и там никого нет другое дело когда рядом кто-то стоит и здесь с этим придется как-то бороться кстати давайте попробуем выкатываются шарики с того магазина выкатывались как-то так происходит тюнинг и смотрите вот видите если у вас боек длинный у вас магазин он выходить не будет и чтобы вытащить магазин придется делать вот так поэтому сейчас будем снимать предохранитель вытаскивать боек и чуть-чуть его тюнить подпиливать здесь даже видно на магазине что он здесь упирается подпиливать чуть-чуть немножко надо кусочек наждачки вам хватит кто не знает как снимать предохранитель просто вверх поднимаете и вытаскиваете в принципе все там вот боек его можно вытащить и чуть-чуть вот здесь убрать но это проблема наверное новых новых пистолетов вот видите набойка даже есть вот здесь вот видно чуть-чуть вот здесь резкость чуть-чуть вот здесь желательно убрать немножко немножко с бойка вот такой с завода пришел аж самому страшно смотрите что получилось после доработки изомер 654 вот такая вот классная штука прикольно шучу я конечно это страйкбольный у меня еще один есть я ему на него делал обзор причем классная штука классная штука с блоу бэком ну у бойка металл мягкий вот сами видите начал подтачивать поэтому аккуратней точите проверяйте точите проверяйте но вот маловато сточил даже не сточил сгрыз чуть ли не сгрыз зубами тем не менее подбирайте вытаскивайте подбирайте подтачивайте у кого вот такая вот проблема ну вот это вот 2023 года баек оказался чуть-чуть длиннее у меня практически стало получаться смотрите он вытаскивается вставляется практически осталось совсем чуть-чуть подточить баек и будет все отлично баек точу изнутри здесь я чуть-чуть его буквально снял изнутри в любом случае вот видите вот так вот должен свободно в принципе выходить но чуть-чуть еще его подкусывает поэтому по чуть-чуть по чуть-чуть понемножечку там совсем несколько пшиков и все будет замечательно прекрасно оттюненный MR654 замечательная штука ну самое замечательное что мы добивались это вот нет люфта плотненько входит прокладочка стоит прокладочка туда прям плотненько вошла при пристрелке будет уже видно ну я думаю метров 20-30 я этому аппарату придал еще по скорости вот здесь вот винтик его надо будет на фиксатор резьбы посадить как это рекомендуют хотя посмотрим поживем как говорится увидим все здесь такое живое интересное что-то 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 допиливаем боек буквально тут снимаем какие-то микроны вот здесь вот чуть-чуть снял здесь чуть-чуть снял для безопасности лучше будет то есть для безопасности даже если испорчен стоит там понты какие-то вот и в любом случае лучше перебздить чем недобздить ну вот в принципе и все мой тюн закончен вот видите даже сейчас со спущенным курком магазин нормально выходит осталось вот эту штуку протестировать соответственно на днях опять выйду на пострелушке мне тут уже выговорили а вот ты там по бутылкам стреляешь а мы там я вообще на помойку ходил стрелять к железной дороге там помойка реальная вот там люди даже не ходят нормально кроме меня и моего мр 654 на так штука интересная если у кого руки на месте то можете можете покупать эту железячку тюнить если деньги есть лишние то милости просим в наш клуб пневматики и в наш клуб любителей мр 654 к 20 32 серии какой там хотите такую серию и покупайте ну вот предохранитель здесь достаточно такой жесткий но я думаю со временем разойдется на этом заканчиваю всем привет ну что говорят после тюнинга со всех щелей начинает идти газ будем проверять наверное будем мы же тюнинг делали и магазин и пистолет но пистолет можно не проверять там все плотненько а вот магазин конечно я проверю чтобы не ударить в грязь лицом где-то на природе пойти пострелять магазин меня травит пробуем сегодня я кстати заряжал когда стрелял из стокового все нормально было прям тютелька в тютельку как говорится здесь пробуем после ой со всех сторон короче со всех сторон хорошо что шарик не вылетел это зашибись а то бы еще по пальчику влупило ладно будем разбираться все установил новый баллон косяк был в том что поторопился и вот здесь вот неправильно вставил прокладочку то есть вперед ставится силиконовая прокладочка резиновая а за ней колечко на нее идет поршень с пружинкой и все замечательно кстати ничего нигде не травит и все получилось ребят скоро постреляем из тюнингованного тюнингованного MP 654 к 20 серии всем привет подписывайтесь на канал подписывайтесь на чат где я выкладываю вот эти видео и рассказываю как потратить деньги с умом без ума вообще как заработать деньги на эти игрушки всем привет